Приветствую всех друзья и коллеги, давайте по-быстренькому разберем лузы, они же подфишники. В принципе, легкая основа для последующего, для дальнейшего развития сюжета с применением полукруглых коротышей, следовательно угловых стамесок. На данном этапе исполняем исключительно флажком с наклоном. Первое очередное действие, с другой стороны покажу, прочертили линию, прочертили, вот эта линия, дальше что сделали, прорезали линию, прорезали, есть, дальше, поставили пометку, Но здесь у нас вот есть такая вторичная линия, природным естественным образом, значит, следовательно, вот здесь вторичная линия. От этой вторичной линии мы ставим просто-напросто что? Вот такой вот треугольник. Считаю, что здесь... Ввиду того, что здесь у нас не совсем совпадает, что мы делаем, значит, этот треугольник... Как раз свет выключили, но видно, да? Будем продолжим, ничего страшного. Значит, следовательно, этот треугольник необходимо растянуть длиннее. Вот так вот длиннее, чтобы, получается, у нас совпадали два одинаковых. Поняли, да? Вот так. Вот так. Есть. Получается, вышел такой треугольник. Дальше что мы делаем? Мы, следовательно, прорезаем линии. Прорезали линию, прорезали линию, прорезали линию. Дальше, следовательно, прорезанная линия. Взяли, подрезали, подрезали, подрезали. Таким образом, мы получили ярко выраженный треугольник. Дальше, когда мы получили ярко выраженный треугольник, что мы делаем? Мы вот эти части угловые ломаем путем флажка. Раз, два. То есть, раз, два. Раз, два. Так, мы делаем полностью везде. Ну, сейчас, пока не оператор, поснимай. А я отодвину. Я отодвину, чтобы светлее было. Чтобы я не дону про. Так лучше будет видно. Есть, сломали эти части. Сломали. Дальше, на оставшуюся части здесь треугольника, что мы сделаем? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сформировали и вырезали маленький треугольничек флажком с наклоном. Вырезали. Таким образом, таким образом, мы получили вот такую вот основу. Вот такую вот. Исходя из данного примера. Я думаю, все понятно. Теперь, чтобы всем надолго не рассусоливать, можно действие выполнять фактически как бы в руках. Ну, в руках это не совсем безопасно. Следовательно, желательно взять доску, брусок, зафиксировать, соответственно, брусок. И что сделать? Его зафиксировать, и он сам вы сделаете для себя приспособлен для дальнейшей работы. Потому что, удерживая деталь, к примеру, когда вы уже, допустим, более долго работаете, более основательно, можно же, конечно же, поработать подобным образом. Когда вы уверенно себя, соответственно, чувствуете. Но чрезмерная самоуверенность, как правило, может привести к чему? Правильно. К травматизму. По этой причине, желательно все действия осуществлять это 100% в нашей приспособии. Дальше. Когда мы получили, исходя из того, что мы нарисовали данную основу, следовательно, следовательно, мы здесь, где у нас есть для фишек выемки, что мы делаем? Мы ставим вот здесь вот такие вот ориентиры. То есть наша задача работать сюда, к центру. Вот сюда, к центру. Это я вам показываю простой способ того, как вообще, фактически, как бы сделать. Это, если у вас, к примеру, нет инструмента, там, уголков полукруг, к примеру, флажок. И, следовательно, запоминаем. Раз. Следовательно, два. Раз. Вернули. Два. Раз. Два. Я не буду дальше продолжать, потому что до конца нет смысла идти. Потому что все фактически повторяется одно и то же. То есть, суть поняли. Сейчас вот здесь. Одну минуту. То есть, получается, выделили. Дальше не буду, потому что продолжить. Есть. Дальше что мы делаем? Мы переворачиваем под фишник. И теперь для себя, что делаем? Ставим отметки. Точно их живут. Это простой-простой способ, если у вас просто исключительно один нож. Прорезали. Прорезали. Подрезали. Нажим отметки. Прорезали. Подрезали. Подрезали. Прорезали. Подрезали. 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 ну вот такими вот несложными действиями но получается я отсюда не начну сначала вот так вот несложно мы получили дальше смотрите здесь у нас есть бортики основы значит здесь мы для себя пролистаем и подъищем можно маленький полукруглый каратыш взять можно маленький угловой каратыш использовать очень интересно это когда к примеру используется в этой части вот здесь берется проходится полукруглым каратышом и вторичное действие осуществляется это берется более мелкие каратыши короткие и соответственно после полукруга чуть больше которые мы использовали изначально я на примером покажу посмотреть первое действие выемку осуществили видно да выемка есть перевернули здесь выемку аккуратно получается когда если вы здесь будут легкие задиры они могут возникать почему потому что на весу выполняете света просто нет вообще укладывается укладывается и выполняется в древесину вот тогда задиров таких не будет это если чисто технически разбирать не видно просто если задиры все-таки легкие образовались подняли легонько наждачку после потом завершение вот так вот прошли фактически весь дефект скрывается теперь о чем речь берем угловую каратыш и внутренние прорабатываем показываем глубину подчеркиваю напоминаю не вздумать его здесь палец ставить пальцы должны быть из расчета на заднем плане от стамеске то есть получается показать соотношение когда находится на общее игровом поле все вот эти вот детальки нюансы не очень интересно себя показывает но для того чтобы проявить само направление необходимо вторично взять углубую стамеску и рядышком рядышком произвести контурную линию вторичную который покажет направление то что и же с другой стороны и виду того что у нас здесь линиями мы разграничили вот здесь просто-напросто что мы делаем разграничили для себя получили центр и вот в этой части 1 2 перевернули вот здесь аккуратно показали видно таким вот образом начинается как бы мы основу создаем потому что дальше задействуется будут задействованы фактически эти примыкающие части и мы фактически посредством разве не развития треугольников линий контуров проработок мы будем все взаимосвязывать соответственно что мы делаем мы планомерно с контурно-ножевой геометрической резьбы мы перерастаем в такую некую стопроцентную трансформацию но если рассмотреть это более как говорится более интересно и забавно вот здесь мы с вами ставим глазки и здесь ротик следовательно треугольник в виде носика и у нас приходят получается прикольный герой это так дабы разрядить обстановку но сама суть что получается то есть таким образом таким образом сейчас настроить продолжаем один словом развивать дальше следовательно здесь мы опять-таки же ставим линии здесь вот так вот прорабатываю эти как она вырисовывается то есть получаются видим да что у нас выходит и следовательно потом мы работаем уже с этими частями но так и мы работаем не направлению центра а получается от центра сюда развивая фактически сюжет либо фактически подламывая и ломая вот эти вот части сюда в центр я думаю в принципе ход мысли поняли ну я думаю это доходчиво то есть все очень принципе просто с последующим таким добавлением дальше покажу уже как она будет выглядеть и также я вас подталкивает и к вариантами вариации чтобы просто напросто разрабатывали то есть не стесняйтесь не бойтесь то есть пробуйте варианты с наилучшими пожеланиями адольф юрьев наша команда инструмент производитель компания строй заготовки многое прочее другое можете найти на нашем сайте адольф юрьев ком ребята берегите себя в это нелегкое время вот такой вот несложный вариант мы с вами рассмотрели и с исключительно допустим с решением вопроса именно флажка либо уже с последующим применением инструмента более широкого взаимодействия потому что присутствие инструмента стопроцентному вам поможет это фактически развивать сюжет все смотрим дальше всем пока пока